Вот она взяла не того Дмитрия Белова, и, возможно, российская наука потеряла сильного филолога Дмитрия Белова. После уже Орлёнка принял решение достаточно осознанное, что всё, я буду ботать. А ещё по пути, небось, выносишь их, если они что-то неправильное говорят. Причём, мне кажется, что если бы я поехал на Межнар, я бы сейчас работал программистом. По уровню задачи Турмяка Макарова сложнее, чем сервис. Я сказал, ну, блин, классно, но вот там у нас экзамен по истории. И Тазар Георгиевич как-то так... А, ну то есть вы согласны. А какие планы? Что ещё хочется сделать с точки зрения выжить? Дорогие друзья, у нас продолжается серия подкастов про ведущих преподавателей России. О том, как они делают это, каков был их путь, что они думают об образовании, как они выстраивают свою работу и так далее и тому подобное. А сегодня у нас в гостях как раз руководитель Олимпиадного движения Школкова. В прошлом сам победитель Всероссийской Олимпиады. Теперь член жюри заключительного этапа Всероссийской Олимпиады. Дмитрий Алексеевич Белов. Дмитрий Алексеевич. Алексей Николаевич. Лёша. Да. Как мы будем общаться, наверное, на «ты». Ну, как и обычно, да. Мы всегда... Вообще, это такая традиция во многих олимпиадных сообществах общаться на «ты». Интересно, откуда она взялась. На самом деле, достаточно быстро такой переход происходит вот именно в олимпиадном мире. То есть буквально закончил 11 класс и зачастую там уже в летних школах как-то с преподавателями на «ты». Вот. Ну, там плюс-минус не на 20 лет старше, конечно, но на 10 уже можно. Ну что, поговорим о самом начале. С чего начался путь олимпиадника? Как вообще стало понятно, что хочется заниматься математикой, и как почувствовал, что начало получаться? Что для этого нужно было сделать? Ох, ну если с самого начала, да, то можно начать с поступления в школу, потому что я должен был учиться в другой школе. Мы с родителями планировали, что я пойду в школу поближе к дому, но решили потестировать меня, так сказать. 26-я гимназия, в которой я учился, в городе Знамережные Челны. Ну, она традиционно считается, наверное, сильнейшей школой в городе. И, ну, решили что-то. А вот давайте просто так, ну, вот попробуем пройти, посмотреть. Вообще, ребенок не дурачок, там, случайно. Он вообще сможет что-то решить. Вот, и мы как-то в последний день с дедушкой пришли туда, вот, там еще и почти закончился отбор в школу в целом. Но как-то там с юмором договорились все-таки меня протестировать. И я, вот как сейчас помню, набрал максимальный балл. 16 из 16. Вот, соответственно, ну, какие-то способности были уже к этому моменту. Плюс, на самом деле, достаточно много меня развивали родители. Дедушка в основном занимался. Поэтому, ну, получилось, так сказать, пройти это тестирование. Ну, уж решили, что, ладно, оставайся в этой школе. Это в какой класс? Это в первый класс я поступал. А, в первый класс. Да, в первый класс я поступал. И так я 11 лет учился в одной школе. Соответственно, по поводу поступления в класс. Это тоже очень интересная история, потому что я должен был учиться в другом классе. Меня хотела к себе забрать учительница, которая, по сути, ну, такой гуманитарный класс набирала. Вот. Ну, потому что у меня были хорошие результаты на этом тестировании. И, соответственно, хотел взять к себе. Но она не учла, что в школу поступало два Дмитрия Беловых. И она взяла другого. Другого. Да. И я оказался в математическом классе поэтому, а не в гуманитарном. Это уже в пятом. Это в первом классе. То есть у нас уже тогда было уже небольшое разделение. Ну, так, условно. Очень условно. Но все равно, да, где-то вот просто была, скажем так, более сильная учительница по математике, а в другом классе была более сильная учительница по русскому языку. Вот она взяла не того Дмитрия Белова. Да. Возможно, российская наука потеряла сильного филолога Дмитрия Белова. Возможно. Возможно. Хотя я пытался. Я пытался. Еще одна интересная история. В четвертом классе, когда нужно было выбрать, на какую городскую олимпиаду пойти, по математике или по русскому языку, я выбрал русский. Вот. Поэтому, конечно, да, все-все пытался свернуть с этой дорожки. Плюс, естественно, ну, там еще чем-то занимались, типа шахматами. Я достаточно много занимался в школе. Собственно, до КМС, до кандидата в мастера спорта дошел. И, ну, вот не было очевидно, что я стану математиком. По сути, такое вот погружение в математику началось, относительно началось в пятом классе, когда появился математический кружок. Ну, а прямо уже более серьезно, когда я первый раз съездил в летнюю математическую школу, в летнюю школу «Дилемма» под Казанью. Это, кстати, была первая школа «Дилемма». То есть мне еще и тоже, наверное, повезло отчасти, что она организовалась, вот, потому что мог бы не съездить, и, соответственно, я бы занимался чем-то другим. Это было после пятого класса или после шестого? После пятого. Это уже после пятого. А после шестого я первый раз поехал школьником в Кировскую летнюю многоприметную школу. То есть вот начал ездить по летним школам. Ну, да, да, да. И, соответственно, после пятого класса уже нас взяла очень сильная учительница Баева Любовь Владимировна. Ну, собственно, ее выпускники, в общем-то, известны очень хорошо в Олимпиадном мире. Да, с Любовью Владимировной, на самом деле, очень хочется поговорить, но как-то хотелось бы спросить, а как это изнутри? В чем секрет? То есть что такого делалось в классе? Ну, это же все-таки общее образование. Да. Или там был какой-то уже кружок? Кружок был. То есть кружок тоже был? Да, да, тоже она вела. Это в дополнение к школе? Да. И вот интересно, как, может, какие-то воспоминания, что было на том кружке? Или просто решали задачки и веселились, как должно в этой кружке? Веселились-то нормально, да, особенно в перерыве перед кружком, да, или там между двумя уроками. По-моему, два урока у нас обычно кружок шел. Два по сорок пять. Да, два по сорок. Да, два по сорок, два по сорок пять, примерно так. Вот. Ну, у нас много было хороших ребят в классе, то есть тут тоже важно какое-то сообщество. Тяжело, наверное, если ты один в классе увлекаешься математикой, а все остальные увлекаются вообще чем-то совершенно другим или ничем не увлекаются. Вот, поэтому тут важно, что какой-то отбор в этот класс мы тоже приходили. А весь класс ходил на кружок при этом? Ох, даже не помню. Я могу так сказать. В десятом-одиннадцатом классе у нас прям такое более серьезное разделение получилось на уже вот класс совсем отбитых олимпиадников и нормальных ребят. И у нас в классе было вообще двенадцать человек. То есть это... Это практически как кружок. Ну да, 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 да. Да, кстати, тоже важный момент. Даже на уроке в то время у Любови Владимировны не все двадцать пять-тридцать человек учились. То есть разделение математики было по двум учителям. Я знаю, что сейчас это, кстати, не так сильно практикуется. То есть правильно я понимаю, что вот набрали класс-то. Двадцать-тридцать человек. И на уроках математики поделили класс пополам. И вот одну половину ввела Любовь Владимировна, другая учительница. Другая учительница. Вот. И математика проходила в таких группах небольших. То есть на самом деле уже это было очень важным шагом, потому что, ну, все, если мы делим детей на два, то каждому уделяется в два раза больше времени. Ну, а дальше как бы хорошая программа, да, плюс достаточно большое количество проверочных. То есть, скажем так, ну, наверное, каждую неделю все равно какие-то проверочные у нас были. В свободное плавание мы не особо отпускались. Плюс уже начались разные поездки по турнирам. Сначала это были турниры игр, которые в Казани проводились. Ну, и сейчас проводятся. Потом это первый уральский турнир. Плюс еще... Это в каком классе? Это все в шестом классе. Это уже в шестом классе? Да, да. А уральский, мне казалось, до седьмых и старше. Шестой, седьмой, восьмой. А, шесть, семь, восемь. Да, да. Вот, поэтому, ну, скажем так, уже тоже начинаешь как-то к этому тянуться. Все равно, ну, может быть, прям такое решение, что, да, я погружаюсь в математику, оно было сделано позже, но тогда это уже было интересно. Плюс еще как-то вот культивировалось то, что между кружками, ну, вообще-то, полезно порешать задачи. Такая вот нетривиальная мысль вообще для детей. То есть не только на кружках дети решали, но еще и между. А были какие-то отдельные листочки или просто дорешивали? Да нет, просто дорешивали. А все Любовь Владимировна в одиночку принимала? Там, кстати, не совсем так, по-моему, было. Формат кружка был не совсем вот с отслужкой, как-то чуть-чуть по-другому, по-моему. Ну, то есть где-то отслужка, где-то что-то разбирали вместе. Ну, вот тут не все помню. Понятно, но слушала она сама, потому что она мне сейчас рассказывала, что уже привлекает там своих старшеклассников. Да, я тебе так скажу. Смотри, например, у нас в седьмом классе, ну, там, после двух месяцев обучения были зачеты по геометрии. Ну, то есть вот все эти аксиомы, вывод из них там каких-нибудь первых теорем, равенства треугольников и так далее. И нас слушали ребята-восьмиклассники, а кого-то одиннадцатиклассники. Ну, то есть там как повезет. То есть вот очень классное умение Любови Владимировны – это привлекать ребят вот с точки зрения преподавателей. То есть когда тебя слушает восьмиклассник или одиннадцатиклассник, причем, ну, зачастую в твоих глазах этот одиннадцатиклассник – это какой-то вообще с планеты другой человек, потому что он уже призер Всероссийской Олимпиады и так далее. Вот. Ну, это очень круто. А сам при этом одиннадцатиклассникам слушал? С одиннадцатиклассникам я уже вел кружок. Уже вел кружок. Так, мы, видимо, перескочили. Да. То есть были еще какие-то этапы, да? Окей. Значит, в шестом-седьмом классе турниры. Да. Нейлера. Нейлера в седьмом классе я поехал и был… Ну, у меня была просто похвальная грамота. Двадцать пять баллов, по-моему. Или двадцать шесть. Из скольких? Из пятидесяти шести. Да, то есть стандартные. Ну, то есть чуть меньше четырех задач. Наверное, надо пояснить, что стандартная система, да? Семь баллов за задачу. Семь баллов за задачу, восемь задач. Да. В два дня пишется, то есть четыре задачи в один день, четыре задачи в другой. Так и финал Эйлера проводится, и финал Всероса. Ну, вообще много достаточно Олимпиад так проводится. Двадцать пять баллов. Четыре задачи. Да. Ну, в седьмом классе. Это, кстати, была первая Олимпиада Эйлера. То есть, знаете, очень многое было подстроено под то, чтобы вот… Попал на первую дилемму, на первую Олимпиаду Эйлера. Да. С другой стороны, на самом деле, то ли за год, то ли за два до этого проводился Всерос для восьмиклассников. Олимпиада Эйлера, она же появилась не просто так, а как замена Всероссийской Олимпиаде в восьмом классе. Вот. Ну, а уже в восьмом классе у меня диплом первой степени на Олимпиаде Эйлера. И тут надо сказать, что именно в начале восьмого класса случился какой-то такой достаточно серьезный прорыв, что ли, в сознании в первую очередь. Пятый, шестой, седьмой, ну… Пятый класс – это буквально кружок раз в неделю у другой учительницы Людмилы Леонидовны. Потом в шестом классе это… да, после пятого класса первая летняя школа «Дилемма». В шестом классе кружок у Любови Владимировны Баевой. Соответственно, разные турниры игр, мат-бои и так далее. После шестого класса первый раз поехал в Элмыша, Кировскую летнюю многоприиментную школу. Тогда не было там разделения на группу профи, на обычные группы, но, например, когда из всей параллели, там, 50 плюс человек, выбирали команду, чтобы биться в мат-бое с семиклассниками, меня туда взяли. Для меня это вообще тогда было, на самом деле, удивление. То есть я как бы приехал, когда я не то чтобы там как-то оценивал себя, что вот я тут круче всех и так далее. То есть, наоборот, я там, ну, такой, типа, о, куча ребят из каких-то разных классных регионов еще там. Вот, то есть, ну, так, ну, вот, считал, что у меня тоже что-то иногда получается решать. Потом, ну, в седьмом классе, соответственно, все это тоже продолжалось. Плюс в седьмом классе у нас уже были совместные команды с Казанью. То есть в Казани сильный кружок тоже был на моей параллели. И на турнирах мат-боев мы совместно, ну, Татарстаном наступали. Вот. Потом, опять же, после седьмого класса поехал в летнюю многоприиментную школу и вел у меня там некто Сухов Кирилл Андреевич в группе профи. Да, серьезно? Да. Да. И некто Александр Владимирович Антропов. И некто Александр Викторович Смирнов. Ну, вообще. Ну, в общем, три топовых преподавателя просто. Ну, тогда надо, видимо, про Кировскую летнюю школу тоже отдельно рассказать, что это вообще такое. Откуда оно вообще? Ведь, наверное, вот после шестого ездил, после седьмого. После восьмого, после девятого, после десятого, да. И после одиннадцатого преподавателя. А то есть каждый год ездил, включая потом уже переход в преподаватель. Причем с летних сборов уезжал, ну, с летних сборов подготовки к Межнару они заканчивались, и я ехал сразу в Кировскую Коломыша. Вот. Чуть-чуть туда опаздывал на пять дней, но, соответственно, это было тогда, ну, нормально. Ну, это мы опять перескочили, да? Да. Все, в восьмом классе взял первый стип Ниллера. Да. Причем таким, собственно, важной деталью, да, собственно, как вот я понял, что что-то могу делать, это была поездка в Орленок. В Орленок. Да. Я ездил в Орленок на турнир. И там так получилось, что как-то вот, когда нас распределяли по двум командам на турнир игр, меня как-то вот преподаватель сравнил там с другим учеником, который считал, что, ну, вот это вообще другой уровень, условно говоря. И как-то вот я так поверил в себя. Вот. Соответственно, после уже Орленка принял решение достаточно осознанное, что все, я буду ботать. И реально по 3-4 часа в день я решал задачи. А результаты, на самом деле, не заставили себя ждать. То есть до этого, ну, если в пятом, шестом, седьмом классе где-то я участвовал, зачастую это были такие не самые стабильные результаты. Где-то что-то хорошо, где-то так, средненько. Ну, и занимался, наверное, тоже не по 4 часа в день. Конечно, конечно. Я, на самом деле, ну, что-то решал между занятиями, но и то не всегда. Вот. А тут я уже прям так решил, что все, надо погружаться. Это осознанное свое решение. Да, да. В начале восьмого класса это было такое осознанное решение. И первые результаты были уже на ближайшем украинском турнире. Через буквально полтора-два месяца наша команда первое место занимает на этом турнире, и я беру первый диплом в личной Олимпиаде. Вот. Соответственно, и в этом же году Олимпиада Эйлера, где тоже я беру первый диплом. Угу. Через год победитель Всеросса в девятом классе. Ну, понятно, да. Собственно, первая премия Эйлера, в принципе, это как раз... Ну, как аналог, по сути, победителя Всероссийской Олимпиады, да. А тут, ну, опять же, да, чтобы меня неправильно кто-то не понял, конечно, предпосылки были. Потому что у многих ребят, кого я сейчас учу, такие вопросы, типа, вот смогу ли я за месяц, за два что-нибудь там, или за год дойти до финалов Всеросса. Причем, обязательно, победителя. Угу. Как бы оно не сразу обычно так получается. Три года, да, пять, шесть, семь, все-таки занимался математикой. Да, да. Ну и, наверное, какие-то способности тоже нельзя отрицать. Победителем так просто не становится. Возможно, возможно. Ну да, все-таки это уже очень маленькое число. Ну да, да. Ну и если так вот все это постепенно заканчивать именно историю моей олимпиадной жизни в качестве школьника, после десятого класса на летних сборах второе место, ездил на Китайскую Олимпиаду и там взял серебро. Угу. Вот. И, ну, по сути, да, в конце одиннадцатого класса вот на Межнар берут шесть человек, я был седьмым-восьмым. Тогда не было такой структуры отбора, как вот сейчас формализованной. Ну, по сути, седьмой-восьмой из... и вот берут шесть. Угу. Ну, то есть очень близко к Межнару. Да, да. Фактически все сборы Межнара прошел. Да, конечно. Угу. И вообще, возможно, именно то, что я не поехал на Межнар, оно и послужило причиной, почему я стал преподавателем. Все очень просто. А Межнар проводится в июле. А еще в июле проводится Кировская ЛМШ. Угу. И получается, вместо того, чтобы поехать на Межнар, я поехал в Кировскую ЛМШ преподавателю. Ну, до этого ты уже вел кружок. Да, да. То есть, на самом деле, переход начался... Чуть раньше, да. Чуть раньше. Чуть раньше. Я в девятом классе занимался на онлайн-кружке. То есть, помимо, собственно, Любови Владимировны. Ну, на самом деле, да, будем честны, что в девятом, десятом, одиннадцатом классе мне уже нужны были еще какие-то знания, да. То есть, действительно, очень спасала Кировская школа, плюс Казанские школы, сборы и так далее. Но в девятом классе для нас организовали кружок у Александра Васильевича Шаповалова. Угу. Вот. Это вот для кого-то из Межнаров? Нет, нет. Пять человек из Челнов. А, просто пять человек. То есть, это Любовь Владимировна организовала? Да, да, да. То есть, Любовь Владимировна мало того, что учила, она еще и направляла. Да, да. И вот это, кстати, очень важный момент. На самом деле, может быть, многие недооценивают это в преподавателях. Если ты, как преподаватель, понимаешь, что чего-то не можешь, чего-то не можешь дать ребенку, ну, направь. Направь нужное место, где ребенок это получит. Это очень ценно. Вот. Соответственно, в девятом классе мы занимались у Шаповалова. В том числе, ну, мое умение решать комбинаторику, это во многом от него. Угу. Вот. И после десятого класса, он тогда тоже вел в кировской школе, я как-то подошел, спросил, типа, вот, а в следующем году стажером к вам поехать можно будет? Ну, так. Предварительно. Угу. Вот. Ну, так вроде в целом адекватно к этому так. Типа, да, да, в принципе, да. Вот. Ну, понятно, я не мог обещать, что поеду, потому что была альтернатива Межнар. Угу. Угу. И так получилось, что поехал стажером в кировскую летнюю школу. На самом деле, это не первый мой выезд куда-то в качестве преподавателя. Я, по сути, весь одиннадцатый класс и в июне месяце, в первую между ЕГЭ, ездил в казанские сезонные лагеря. Мы там работали с Русланом Сергеевичем Ефремовым, вот. Ну, он тоже очень много, на самом деле, именно вот в моем становлении преподавателем поучаствовал. И такой вот вопрос, насколько вообще болезненно вот это ощущение, когда вот ты где-то очень рядом с командой на Межнаре, вот не попадаешь. Насколько это сильно ударило по, не знаю, самолюбию? Да не то, чтобы я прям сильно переживал, но то есть все равно ты что-то понимаешь, да, ты понимаешь, что, ну, во-первых, это же объективно твои результаты. Ну, я понимаю, что если бы я решил все задачи на все раси, я бы поехал на Межнар. У меня получилось, в первый день я решил четыре задачи, и во второй день две. Две из четырех, и, соответственно, да, да. Причем, ну, были, опять же, шансы решить, можно в это тоже углубиться, что в седьмой задаче я, по сути, сделал все, просто не понял, что у меня в тетрадке написан пример для девяти, вот, и как-то я вот закопался, пытался дальше уже оценивать, что тогда нельзя, вот. В принципе, все понял про задачу, но вот не докрутил. Ну, бывает. На самом деле, ну, скажу честно, в одиннадцатом классе мне уже в каком-то смысле больше нравилось преподавать, чем самому что-то там заниматься. Ну, это видно, да, по траектории, то есть, наверное, те, кто как бы нацелены на Межнар, они там решают сами. Ну, я много сам решал, конечно, да. Я понимаю, имею в виду, что тут уже кружок, какие-то казанские выезды. Да, да. Вот, и мысли про кировскую летнюю школу. Да. То есть, все это как-то складывалось. Ну, и в целом, там же надо понимать, что это, в принципе, по кировскому МАШа такая традиция, что многие преподаватели это просто выпускники прошлых лет самой кировской школы. Угу. Там кто-то после одиннадцатого, кто-то после первого-второго курса ездит. Ну, в общем, по-разному. Угу. А, кстати, вот еще раз вернемся к седьмому классу, к шестому даже, да? А кто порекомендовал кировскую летнюю школу? Ну, Любовь Владимировна. Да? Да, конечно. Она же ездила тогда туда. А, она сама ездила. Да, да. Она просто ездила на параллель старше. Она в седьмой класс ездила, а мы в шестом были. Я помню. Тогда же, собственно, ты уже еще у нее не учился. Нет, нет, после шестого. А, после шестого, да. Это же после шестого было. Все, понял. В шестом уже учился, и все. Да, да. Понятно, да. Вот, Любовь Владимировна как-то направила несколько мест. Ну, конечно, да. Ну, а дальше, на самом деле, очень многое именно в плане преподавания я подчеркнул как раз у Шиповалова. То есть, надо сказать, что его работа в качестве старшего по группе профи, это у нас была группа закончивших восьмой класс. То есть, я сам закончил одиннадцатый, а ребята закончили восьмой класс. И у этих же ребят из Челнов я вел кружок. Там в группе профи то ли четыре, то ли пять человек было из Челнов. А очень много работы Александра Васильевича было про то, чтобы меня прокачать на самом деле. То есть, он прям объяснял какие-то моменты, как вести занятия. Потому что, ну, я как уже там человек близкий к Межнару привык к формату, выдал листочек, сидишь, слушаешь, что дети решают в конце разбор. В принципе, очень многие сборы, они примерно так и происходили. Еще по пути-нибудь выносишь их, если они что-то неправильное говорят. Ну, не совсем так, но, в общем, да, что-то там из разряда, типа, минимум взаимодействия какого-то группового. А как раз у Александра Васильевича было это. Была какая-то работа с группой, да, соответственно, зачастую мы не просто сидели на месте и ждали, когда дети подойдут, а сами как-то ходили по аудитории, там, с ребятами беседовали и так далее. Поэтому, ну, я с ним в итоге проработал потом еще один год в Кировской. И, ну, достаточно много раз мы вместе составляли турнир, европейский математический турнир. И тоже, конечно, опыт работы, ну, такой, очень-очень позитивный. По составлению. То есть это еще один этап? Или уже составлял что-то до этого? Я уже и до этого составлял. То есть, если говорить про, собственно, возвращаясь, да, чуть-чуть, значит, после 11 класса я ездил, получается, сначала в июне в Казанский лагерь, потом вот в Кировскую, к Шаповалову, и потом еще в Спектр, в Казанскую школу. То есть у меня 11 класс, это как бы не отдохнуть было. А поработать. Поработать, да, позаниматься. Но как бы глаза горели. То есть, ну, конечно, это было мне все суперинтересно. Нравилось. Да, 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 безусловно. А сейчас нравится? Да и сейчас нравится. Сейчас на что-то не хватает времени, потому что есть какие-то более приоритетные задачи. Но иногда, конечно, хочется от всего так головой отойти. Просто вот давайте там две недели провести занятия у детей. Вот как, собственно, дальше пришел к преподаванию. Потому что, опять же, как ты понимаешь, это случайные были вещи. Случайная вещь то, что я поехал в Кировскую вместо Межнара. Ну, относительно случайно, в том плане, что мог бы на Межнар поехать. Причем, мне кажется, что если бы я поехал на Межнар, я бы сейчас работал программистом. Почему? Ну, я в целом уже, на самом деле, в 11 классе как-то так раздумывал, что типа, ну, вот чем дальше заниматься? Наверное, вот в программировании. Ну, тем более, тогда это уже было, ну, понятно, что перспективной областью. Вот. И там как-то сам даже что-то изучал, какую-то литературу дополнительно читал, языки учил, алгоритмы и так далее. Вот. Но математика так просто не отпускает. В начале первого курса, там, после буквально двух-трех месяцев учебы, появилась возможность поехать организатором на Кубок Калмогорова. А Кубок Калмогорова – это, ну, как бы, самый крутой турнир в России, мы понимаем. Да, да, да. Это, наверное, тоже нужно пояснять, что вот есть уральские, ну, как бы, есть несколько турниров, действительно, которые там по уровню задач, наверное, где-то на уровне кросселлеров, серосов, примерно сопоставили. Если мы говорим про высшую лигу, то выше, потому что это решает команда. То есть, что такое турнир математических боев? Команда из шести человек на протяжении пяти или даже больше часов решает восемь задач, ну, или десять. Это вы решаете командой. То есть, зачастую... Пять человек решают десять задач. По идее, на каждого по две задачи. Всего лишь на пять часов. Ну, да. Но по итогу оказывается, что вот вообще не подарок это. Даже вместе не могут решить все. Ну, да, да. То есть, по уровню задач турнир Комангорова сложнее, чем серос. Ну, даже, возможно, сложнее Межнара, если мы прям вышку. Ну, потому что Межнарники, они тоже участвуют в Кубке Комангорова и далеко не все задачи решают. Понятно. Вот, и, соответственно, была возможность поехать организаторам, помогать Ольге Сепьеме-Ничаевой организовывать этот турнир. И, ну, вот мы с ребятами поехали. Со знакомыми ребятами из Ижевска. И как-то так вот закрутилось, что один турнир, потом еще Утюм проводился в Казани, тоже туда поехал. Уратский турнир геонных математик. Да, да. Вот, соответственно, ну, это уже, это турниры. Это турниры, в которых я как бы сам участвовал школьником. И, соответственно, какие-то такие приятные воспоминания. Теперь посмотреть на это с другой стороны. Ну, да, уже интересно же, а как вот, вот турниры, это одно, да? Ну, там, Олимпиады, понятно, будут организовывать и так далее. Но, а кружок? Вот, казалось бы, понятно, когда был одиннадцатиклассником, вот есть, там, дети в той же школе. Да, да. Причем мы даже что-то старались дистанционно у ребят вести еще, когда я уже, собственно, учился на первом курсе. Мы с Русланом Сергеевичем Ефремовым как раз вот старались у этих же ребят какие-то поддерживать. Ага, то есть опыт дистанционной работы начался как раз... Ну, типа того, да. Тоже вынужденно, потому что школьников-то бросать не хочется. Ну, да, да. Ну, на самом деле, очень сильно горел за ребят, потому что было понимание, что вот, ну, как бы, дети достаточно неплохие, что можно с ними работать, куда-то там вывести. Плюс, когда ты, ну, скажем, одиннадцатый класс, а не восьмой класс, у вас еще достаточно приятельские отношения. Это не дистанция, там, 10-15 лет, когда у вас абсолютно разные интересы. Это все-таки, ну, в каком-то смысле и друзья твои. Вот. Соответственно, если говорить не только про турниры, Олимпиады и так далее, я первый раз сам вести на сборы куда-то, как преподаватель, поехал. Тоже вот называется «Так сложилось». Значит, у нас достаточно сильная группа была в университете на Фистехе. И как-то заходит туда Назархин Галич и Гаханов и так спрашивает. Ребят, вот, знаете, в Белорецке проходит, значит, школа зимняя. Фистеха? Нет, нет, нет. БКШ от Белорецкой компьютерной школы. Вот. Сам Назархин Галич туда ездил. И так вот уточнил. А не хочет ли кто-нибудь из вас поехать? Вот. Я так сказал, что... А какие сроки? Ну, вот он назвал даты. Я сказал, ну, блин, классно, но вот там у нас экзамен по истории. Угу. Вот. И Назархин Галич как-то так. А, ну, то есть вы согласны. То есть экзамен по истории, ладно. Да. Ну, там, нет, потом договорились, что я его потом сдам. Вот. И я туда поехал. Потом, соответственно, три или четыре года ездил еще преподавателем. Угу. То есть все это наращивалось именно за счет выездных школ, прежде всего. Да, да. Потом уже дальше, на втором курсе, я начал вести кружок в пятом лицее. Угу. Вместе с Павлом Александровичем Кожевниковым. А, ну, собственно, учился, надо сказать, что учился же в стеке. Да, да. И рядом, ну, собственно, в Долгопрудном пятый лицей. Ну, да. Ну, пятый лицей, конечно, тоже очень-очень известный. Да, да. Ну, и, соответственно, сначала мы вместе с Полсанычем параллель довели, а потом я только в 15-м, то ли в 16-м году взял свой кружок. Угу. То есть уже полноценно свой кружок? Да, да. Да, с пятого класса. Причем даже в их четвертом классе я у них там турнир какой-то проводил, турнир Игор Казанский. Вот. Тоже для ребят был такой опыт позитивный. Это на каком курсе был? Там на втором? Да, да, примерно так, да. Вот первое, как сказать, первый год, пятый класс. Да, да. Первый год обучения. Да. Причем тут я вот опять же, да, для учителей, которые будут смотреть подкаст, хотел бы вот лишний раз обратить внимание на это, что совершенно не страшно привлекать школьников к работе с детьми, если мы говорим, например, про 10-11 класс, кто уже прошел там олимпиадный мир. Но это если прошли, да. Да, да, да. Если есть в школе такие ребята, которые прошли это. Да, да, да. Ну, а так все-таки бывает сейчас. Да. Да, будем честны, что ребят это много, где есть хорошее. Вот. Плюс как-то направлять ребят, да, тоже можно. На самом деле это тоже такой сигнал, что можно вот, как сказать, научить детей в пятом классе, учить детей начиная с пятого класса. И когда они дорастут до 10-11 класса, вам уже будет сильно легче. Да, да. Вот это прям такое фундаментальное, что надо поработать сначала, а потом уже это встанет на рельс. Ну, вот как с Дудом Казбековичем вы разговаривали, он рассказывал, что в Римш все, вся верхушка, собственно, руководящая, это выпускники этого самого Римша. Вот. Так же действительно на кружке может происходить, когда ребята в 10-11 классе уже кто-то начинает помогать на кружках. Тут тоже важный момент, тоже это надо делать дозированно. Да, то есть стараться, чтобы это не повлияло на их результаты. Результаты их это чьи? Ну, ребят в 10-11 классе. Потому что, наверное, если бы я все то время, которое потратил на преподавание, сам бы занимался, возможно, я бы прошел на межнаш. Ну, возможно. Вот. Ну, возможно, да, опять же, никто не знает. То есть, при том, что мне этим просто нравилось заниматься, а самому что-то решать уже, ну, так. Может, уже я даже подустал к этому моменту. Причем тоже, да, сейчас есть такая тенденция, давайте ребят с 4-го класса, с 3-го класса, с начальной школы 1-го, 2-го класса, с детсада учить математики. Ну, вот Дмитрий Алексеевич, это тот пример, когда... Ну, когда я, по сути, относительно серьезно начал заниматься только с 6-го класса. Не, ну, конечно, правда, сказали, что первый класс уже был математическим. Ну, мы знаем, что такое... Понятно, с уклоном в началке, да, на математику. Ну, тоже сказали, что такое математический класс. Это хорошая учительница математики. Никаких олимпиадных задач там не решали. Нет, ну, там в Петерсоне были просто какие-то задачи со звездочкой. Все, кружка какого-то не было в началке точно. Соответственно, вот в чем минус занятий с ребятами совсем с раннего возраста? Один из неочевидных минусов, это что они через 5-6 лет могут просто устать от математики. То есть для них уже, там, поездка на турнир матбоев, это не что-то такое типа, о, клево, так редко у нас матбои, сейчас вот что-то будет интересное, новое, свежее. А это уже из разряда, а, матбои, да слушайте, да я от этих матбоев уже так устал, если честно. Вот, ну так, ну приеду что-то с ребятами пообщаться, все. Вот, поэтому все-таки хорошо, когда до 10-11 класса сохраняется какой-то живой интерес к математике. Ну хорошо, вот начал вести кружок. Это первый раз, когда составлял листочек или как вот, как был составлен первый листочек? Нет, ну первые листочки я еще составлял в 11 классе. А, в 11 классе? Так еще для кружка ребят, который я вел, будучи сам 11-классником, я уже начинал составлять какие-то листочки. Сам распоряжался с техом, как там все это делать. Понятно, что первый листочек, это на самом деле во многом, ну там, взял листочек, который у тебя был, по которому ты сам занимался, чуть-чуть одну-две задачи адаптировал. Это вот такой этап. Да, да, да. Ну и как бы это нормальный этап на самом деле, потому что, ну а как вот человек без опыта должен составить листочек грамотно? Вот уже поработав с Шиповаловым, кстати, очень много было именно про составление листочек, про то, как грамотно составить занятие. Причем, ну опять же, тут, конечно, очень разные могут быть взгляды, да. То есть кто-то считает, что можно универсальные относительно листочки составить. Кто-то считает, что вот, ну вот никак совсем, надо прям для каждого подбирать что-то отдельное и так далее. Что вообще листочек для группы — это что-то очень такое вот невероятно сложное. В общем, разные могут быть моменты. Но тоже из интересного, когда начали получаться хорошие листочки, когда уровень задач, который в них был, был таковым, что мне было чуть-чуть стыдно их давать. Стыдно в том плане, что мне казалось, что, да блин, легкотня какая-то, ну типа, ну вообще ни о чем. Сейчас все все решат сразу за 15 минут. Тогда занятие проходило хорошо. Если при этом тебе нравится тот листочек, который ты составил, то, скорее всего, ты его загробил. Ну, то есть дал очень сложные задачи, мало кто что решил. С Олимпиадами, кстати, тоже такое бывает. То есть составляя некоторые Олимпиады, надо понимать, что, ну, на кого они все-таки ориентированы. Все-таки для меня, ну, как бы, если ребенок пришел на Олимпиаду и ничего не решил, ну, как-то это несколько отторгает, что ли, от занятий математикой. А насколько интересно вот ощущение обратной связи от детей важных для составления следующих листочков? Пока опыт не очень большой, это капец как важно. То есть, ну, опять же, нужно адекватно адаптировать просто листочки в такой ситуации. Вот почему, например, на летнюю школу ту же самую листочки, ну, что-то составляется заранее, но очень многое в процессе. Потому что тут ты уже понимаешь уровень группы, уровень детей и уже лучше составляешь задания. То же самое с турнирами. Да, все турниры матбоев, они в процессе составляются. До турнира, там, допустим, командная Олимпиада, наброски в сырье, первый тур. А все остальное уже в процессе. Потому что там уже будет понятнее, какой уровень команд, какие задачи они хорошо решают. То есть, это все составляется по ходу дела. Ну, и мы совсем забыли, что сразу, да, после 11 класса, участия на первом курсе, ну, чем еще МФТИ хорошее место, тем, что там в тот момент составлялся сервис. И вот составление региона я как-то продолбал, вот. Ну, там что-то почему-то, не знаю. А составление в сервис я активно участвовал. Финала? Да, да. Ну, то есть, опять же, да, очень хорошо привлекаются к составлению в сервис выпускники. То есть, задачи можно спокойно сейчас присылать. Можно в отрежке помогать участвовать. Тогда просто это очно происходило. Сейчас отрежка в основном онлайн происходит. Соответственно, очно преподаватели приезжали в МФТИ, а мы, как студенты, там и так были, вот. И приходили, что-то решали, где-то даже какие-то свои задачи предлагали. Ну, и, в общем, достаточно, видимо, инициативно я это делал, и меня взяли в жюри в сервисе сразу. То есть, соответственно, с 2014 года, каждый год, кроме ковида, получается, я ездил на в сервисе. Почти член жюри. Да, да. Круто. Хорошо. Вот постепенно, я так понимаю, что преподавательская жизнь заполонила все свободное время. Плюс-минус, да. Дальше, видимо, был какой-то выбор, уже учиться ли, опять же, то же самое, да, как межнария, учиться или заниматься преподаванием. Ну да. Понятно, что, скажем так, для себя я понимал, что вот наука меня не сильно увлекает. То есть, выбор там в пользу науки, я как бы очень уважаю людей, кто вот ловит в этом кайф, кто может прям годами заниматься какими-то сложными задачами. Для меня это все было не особо, не особо брало за душу, что ли. Вот. Поэтому достаточно быстро был выбор сделан в пользу преподавания. Так вот начались занятия, начались листочки. Значит, получается, первые листочки начали составлять в каком году? В 2018-м. Нет, нет, я говорю про самые первые, в 11-м классе еще. А, в смысле, листочки не которые? Да. В 2009-м. В 2012-м. А, в 2012-м, да. То есть, потребовалось лет семь, чтобы в голове выстроить такую систему, которая начала превращаться в то, что есть в Школково. Ну, скажем так, не то, чтобы потребовалось семь лет. Скорее, через семь лет как бы появилось понимание, что еще можно дополнительно делать. То есть, тут я не скажу, что вот эти семь лет я только нарабатывал опыт чисто для того, чтобы составить вот эти драгоценные жемчужины, вот эти вот листочки первого, второго, третьего года обучения. Нет. Тут, понимаешь, в чем еще дело? Ну, я тогда достаточно много вел для ребят отобранных. Да, для там, восьмого. Ну, во-первых, я все-таки больше вел у старших. Именно восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый класс. И, ну, темы, которые там проходятся, как бы такие солидные темы, назовем так, спуститься вот сюда обратно на этот уровень, на пятый, шестой класс, достаточно сложно. И, благо, была возможность еще там, ну, я кружки вел очные, и, соответственно, я мог по листочкам своим же вести. Плюс Макс вел, как другой преподаватель, который, как бы, по мной составленным листочкам ведет. И тоже давал обратную связь. Да, и тоже всегда давал обратную связь. Вот, соответственно, конечно, я продолжал куда-то ездить, по сборам, по турнирам. И просто чуть-чуть это приходилось уже уменьшать, эту нагрузку. Ну, чтобы еще вывозить на запись этих листочков. Ну, то есть составление листочков, запись видеороликов. Надо сказать, что только на составление одного листочка у меня часов пять уходило. Примерно. То есть задачи... Я не скажу, что я все задачи сам составлял, конечно. Это просто нет такой необходимости. Но, ну, я брал какие-то материалы разных, там, хороших кружков. Где-то что-то адаптировал. Где-то действительно придумывал какие-то новые задачки. Плюс везде старался переформулировать, в том числе, чтобы не искались решения. Вот, и так далее. Ну, то есть составление одного листочка без записи видео это часов пять было. Но включаться в это и решение... Да, 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 да. То есть я сам и все решения писал. В первом, втором году обучения. В третьем где-то что-то немножко еще ребята помогали писать решения. Но оно постепенно составлялось. То есть сначала первый год обучения, потом второй год обучения, потом третий год обучения. И надо сказать, что, ну, вот именно как олимпиадное направление в Школково, это не только же математический кружок. Собственно, в этом же году запустилась подготовка к перечню олимпиадов. Причем сначала ее вел только Макс. Ну, то есть я тогда в целом вебинаров не вел, я ролики записывал. Притом, что опыт вебов был через Сириус. Ну, как-то просто так получилось. Я на самом деле на турнир уехал, а Макс такой, о, блин, а вот перед олимпиадой приведу-ка я интенсив бесплатный. Вот, соответственно, мы там что-то обсуждали, я листочки готовить помогал. И Макс провел такой вот месячный курс подготовки к перечням олимпиадам. Вот, к любимой олимпиаде ОММО. Вот. И потом уже через какое-то время, по сути, в следующем году, мы запустили полноценный курс подготовки к перечням олимпиадам. Ну, и дальше он оброс курсом в СОЖ и так далее. А первый курс через год это уже ты вел или Макс? Я вел. Ну, мы вместе вели в соотношении, наверное, 3 к 2. Три моих веба, два его. То есть 5 вебов в неделю где-то у нас было. 5 вебов в неделю? На курсе, да. Ничего себе. Ну, у нас и сейчас, на самом деле, летом 4-5, сейчас 3-4. Тут надо понимать еще раз, мы говорим про ребят, которые, скажем так, опомнились в 10-11 классе, кто до этого не особо много занимался кружком. И у кого, на самом деле, может еще не хватать сил для самостоятельной работы. Я как бы всегда за то, чтобы дети как можно больше решали самостоятельно. Но нужно понимать, что для этого должны быть какие-то предпосылки. Если ребенок, ну, пока не готов себя проверить, например, да, вот просто еще не готов решать задачи, ничего страшного, если он какое-то время посмотрит, как преподаватель что-то решает, подумает вместе. Да, причем это же не только решение. Я всегда у доски рассказываю, вот как начать решать задачу, как вот, вот про что здесь подумать. Ну и, соответственно, конечно, что-то начинает решать самостоятельно. А если вернемся назад? Вот у нас кружок, начался кружок, да, первого года обучения. Как ты сказал, формат был не очень удачный. Да. В какой момент стал понятно, что формат не очень удачный, и как это стало понятно, и как перешли на другой формат, и вообще какой формат дальше был, как это все развивалось. Да, 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 да. Ну да, хорошо, давай больше про это, именно про кружки. Ну, понимание, что формат не очень удачный в том плане, что, ну как, не растет количество детей на кружке. То есть тут очень простая история. Вот как бы вот столько детей занимаются, причем кто-то отваливается, потому что, ну вот, тяжело. Вот, и, ну, соответственно, понимаешь, что что-то нужно адаптировать. То есть, грубо говоря, вот 40 человек, которые занимаются еще, кто-то отваливается, и первый год вот так проходит, и чувствуешь, что как бы нужно что-то улучшать. Конечно, конечно. Кстати, это тоже важный момент, что это не ситуация, когда, ой, первый год как-то вот вроде много сил вложено, да, если я правильно понимаю, то как раз сделал листочки все первого года обучения, по 5 часов на листочки, может, на 30 листочков потратил кучу времени только на составление листочков, а выхлоп, вот, казалось бы, всего ничего. Ну, да. Ну, выхлоп еще был в том, что Макс по этим листочкам вел. Вот, да. И все-таки, ну, сразу скажу, что оплата за это тоже была. Вот. А, соответственно, ну, просто было понимание, что нужно как-то это еще развивать. По-моему, на самом деле полтора года оно в таком формате посуществовало. Вот, просто дальше второй год обучения, и дальше мы как-то уже, ну, так, типа, про онлайн помнили, но не то, чтобы активно развивали именно онлайн-кружок. Оно хорошо сработало, когда был ковид. То есть в 2020 году, когда много летних в школу отменились, и было непонятно, куда вообще детям ездить, что куда, мы просто запустили онлайн-кружок. Вот. Он чем отличался от формата текущего? Там уже были отслужки. То есть уже было понимание, что заставлять детей в пятом-шестом классе отправлять решения – это чуть-чуть в прошлый век. Вот. Так, что лучше пусть дети сдают задачи преподавателям. Тогда не было закрепления онлайн-преподавателей за детьми. Тогда отслужки работали немножко в формате конвейера. Ну, как на кружке, на самом деле. Потому что я же все адаптирую из кружков обычных, очных. То есть пришли 50 детей на онлайн-олимпиаду, допустим, да, и там 7 преподавателей их слушают. Ну, вот у нас так же было. Пришли какое-то время, мы говорим, что вот, 4 преподавателя будут, приходите. И было четко фиксированное время, когда и преподаватели пришли, и дети пришли. Да, да. Вот. И не было закрепления за преподавателями. Сейчас оно есть. Это довольно важный момент в пятом-шестом классе. Все-таки детям, ну, важно. Вот они привыкают к преподавателю. То есть мы даже начали замечать, что они вот хотят сдавать уже тем, кому сдавали до этого, да. То есть на самом деле эволюционировало вот от того, что, как сказать, мы очный кружок просто перенесем в онлайн. Да. До того, что давайте все-таки возьмем онлайн-технологии, которые есть, и используем их по максимуму. Да, да, да. То есть на самом деле продумать, как что должно быть до того формата, который есть сейчас, и то еще, вероятно, он неоптимальный, мы еще наверняка что-то будем улучшать в нем, занимает какое-то время. И причем, ну, ты не знаешь, как это сработает. Ты не знаешь, как это сработает, пока не запустишь. Вот, потому что нужна какая-то обратная связь, ты должен проанализировать, как это работает, понять, что где-то можно улучшать, да, и, соответственно, к этому потихонечку идти. Ну, и вот тогда в чем было, значит, отличие? Преподаватели не закреплялись за детьми, но при этом были отслужки. И я вел вебы. Это не ролики были. То есть я вел вебы, и где-то два года курс существовал в формате «Я веду вебы». Причем вебинары, наверное, все-таки это не в формате 10-15 минут. Это были вебинары в формате чуть меньше часа, на котором... Плюс-минус. Урок. Ну, плюс-минус, да. На котором сначала я разбирал задачи прошлого листочка и потом теория по новому листочку. Старался все это уложить, ну, там, в 40-50 минут. Просто потому, что у меня стояли эти уроки три подряд. Повторником, как сейчас помню. Ох, не любил я этот день. Да, тяжело было. Ну, тяжело, конечно, да. Тяжело. Еще же листочки вставляли. И почему? Если мы говорим про 10-11 класс, там очень много обратной связи на этих онлайн-вебинарах. То есть, ну, вот ребятам нравится пообщаться. А дети, ну, прям сразу было понятно, что очень многие смотрят записи. И даже кто приходит онлайн, ну, допустим, их 10 человек, ну, что-то написали в чате, какие-то плюсики поставили, вопросы как-то особо не позадавали. То ли стесняются, то ли еще чего. И через какое-то время я просто пришел к тому, что, ну, раз все равно в записи в основном смотрят, ну, значит, и не вебы надо вести, а ролики выпустить. Они чуть покороче будут, да, потому что с монтажом можно что-то вырезать. И просто, ну, у меня это какое-то время освободит. Это тоже важный момент, да, тут как бы надо тоже балансировать. Хорошо. И вот пришли к такой системе. Причем для, если я правильно понял, что для пятых-седьмых классов уже начались, начался переход в ролики. Да, да. Он, наверное, тоже был плавным. Он был следующим. Значит, в, кажется, 2022-м, нет, 2000-е, ладно, то ли 21-м, то ли 22-м году просто курс полностью состоял из роликов. То есть это что означает? Вот неделя, мне нужно записать шесть роликов, потому что это должна быть теория по каждому листочку и разборы. И три года обучения. И три года обучения, да. Ну, благо материалы все уже были. То есть понятно, что если бы я еще составлял листочки, я бы просто безвылазно этим занимался и ничем и другим. То есть первые три года в школу сначала составлял листочки, в каком-то смысле, еще ведя параллельно веба, а потом еще год записывал их. Да. Но как бы тут было от этого не увильнуть, назовем это так. То есть я понимал, что ну вот, нет у детей занятия, вот мне нужно записать в любом случае. Как бы листочки, точнее ролики очень хорошо в такой ситуации записываются. То есть когда ты вынужден просто это делать, ну, понятно, что, наверное, монтаж тоже уходил некоторое время. Ну, конечно, да. Просто заранее немножко нужно было все это сделать. То есть такой конвейер по производству роликов просто вынужденный был. Да, да, да. Ну, это опять же, на самом деле, немножко осознанно ставишь себя в такие рамки, чтобы просто это сделать. Вот, ну и получился курс. Да, да. Причем уже тогда мы стали закреплять преподавателей за детьми, поняли, что это тоже хорошо работает. Соответственно, отслужки начали через сайт проводить. Для этого тоже договорились с Максом, что это действительно приоритетная задача по сайту, чтобы внедрить систему отслужек и так далее. А как пришла идея тогда следующего шага, вот точно заочного кружка, в котором участвует не только твой дистанционный курс, но и участвует учитель? Ох, ну это на самом деле так зарождалось относительно спонтанно, в том плане, что там Леша Саватеев свел с людьми, кому было интересно как-то развивать кружки в Челнах и, ну, собственно, из города, да, откуда я сам. И хотелось понять, какой формат тут может быть. И вот очень важное решение было, что мы хотим в таком формате привлекать местных учителей. То есть нужно найти формат, при котором местные учителя тоже чему-то учатся. Важно и для детей наличие очного занятия. Ну, то есть в пятом и шестом классе единицы могут заниматься чисто онлайн. Просто не хватает какого-то общения. Вот. И понимание того, что, конечно, очные учителя не все могут, да, то есть они где-то могут допускать какие-то ошибки. И, допустим, если они 90% задачи хорошо послушают, это хорошо. Вот. Соответственно, нужен какой-то контроль за этим делом. И тогда появился вот этот формат очно-зочного кружка, когда и очное занятие есть, и за группой закрепляется преподаватель, который ребят слушает в этой группе. Вот, соответственно, вот те самые кружки, которые мы сейчас массово реализуем. Ну, и сам согласись, что формат достаточно интересный. Я все цело поддерживаю этот формат, сам его развиваю, конечно. Вот у нас появилась уже куча всяких активностей. И сейчас огромное количество курсов и для пятых-седьмых классов, и для перечневых, вот я сказал, профсош, Всероссийскую Олимпиаду. Как теперь устроено... Как теперь жить? Да. Как ты все это выдерживаешь? Как у тебя хватает времени на все? С трудом. Ну, как, просто интересно, как устроена вот неделя такая? Ну, во-первых, за неделю... Да, вот год, потому что там есть еще интенсивы какие-то. Не-не, да-да-да-да-да. Ну, стандартная неделя – это примерно девять вебов. К сожалению, в среднем их обычно больше. Почему? Потому что действительно есть еще интенсивы, открытые мероприятия разные. Ну, вот за год, например, мы... Ну, недавно я проводил интенсивы к школьному этапу. Это для меня означало просто плюс десять вебов за две недели. То есть помимо тех девяти вебов, которые я и так веду, еще плюс десять надо провести за две недели. То есть всего, получается, за две недели я провел 28 вебов примерно. Вот. Но все-таки, да, здесь нужно сказать большое спасибо аудитории. Потому что без такой живой поддержки, когда вот к тебе пришли, занимаются, пишут, что да, спасибо, разобрались там и так далее. Ну, наверное, никак я бы это не выдерживал. Вот. Все-таки обратная связь, я думаю, любому преподавателю очень важна. И в онлайне тем более. Вживую ты вот видишь этого ребенка, ты вот все понимаешь. В онлайне работать на пустоту очень тяжело. Вот. Соответственно, к занятиям, это еще составление листочков, да, то есть это вот мы берем девять занятий основных курсов, плюс составление листочков. Понятно, что что-то 50-60 процентов я беру просто из материалов прошлых лет. Но все-таки я, блин, зачем работал-то уже пять лет. Вот. Но что-то постоянно обновляю. То есть какие-то темы я вот там смотрю, мне не нравится, как оно прошло в прошлом году. Причем, опять же, это, наверное, какое-то такое внутреннее стремление к чему-то совершенному, которое, возможно, никогда и не наступит, но зато хороший стимул развиваться. Вот. То есть где-то действительно ты смотришь, что вот надо еще что-то добавить, какую-то тему или другой набор задачек обновить и так далее. Ну и, соответственно, еще просто огромная куча времени уходит на продумывание всего. То есть надо понимать, что у нас в Школково преподаватели это не говорящие головы, которые просто, ну, ты составил занятия, провел, но ты также руководитель направления. То есть куча орг-работы тоже на тебе. Кстати, интересно, что вот куча работы, руководитель направления, а как формировалась команда? И из кого состоит команда тех людей, которые, собственно, работают вместе с тобой? Именно ты про олимпиадное направление, да? Ну, да. То есть про Школково в целом, наверное, как-нибудь с Максимом Олеговичем, да и плюс он тоже рассказывал разных подкастов. И речь про олимпиадное направление. Про олимпиадное направление, да. Потому что мы еще не объяли все это олимпиадное направление. Да. Это будет следующий вопрос. А вот пока про команду. За счет того, что я много ездил по разным очным мероприятиям, у меня же было большое количество очных учеников. В Кировской, в Казанской школе. Вот в основном оттуда. То есть просто привлечение студентов первого-второго курса, моих учеников. В первую очередь. На разные, собственно, должности. Ну, то есть там на проверки, потом позже на кураторство, на отслужки и так далее. То есть все вот оно так как бы гармонично получалось, что такая система, которая хорошо самоподдерживается. А для старших классов уже система не такая, как для младших. Там все совершенно по-другому. Там все совершенно по-другому. Ну, давай, наверное, про это как-нибудь в следующий раз. Хотя, наверное, многим было бы интересно. Вот если интересно, то, опять же, лайк, комментарий, ваша лучшая поддержка, чтобы мы еще разок встретились, про это тоже подробно поговорили. Да. Ну, давай хотя бы в общем про всю структуру курса, да. Потому что сейчас математика, олимпиадная математика Школкова выросла из нескольких разрозненных кружков уже в целую систему. Да. И как видится эта система? То есть может ли, например, школьник, который в пятом классе пришел, он вот со Школкова дорасти до конца? Да, на самом деле вся система построена в том, чтобы, во-первых, практически в любом возрасте и состоянии можно было вступить в эту экосистему и прожить в ней и не тужить. Вот, говоришь, для любого уровня, в любой момент, вот какие основные точки входа в систему? Вот, ну, понятно, в пятом классе, допустим, нулевой уровень, да, и человек только-только пришел, да, заниматься. Да. Ну, в шестом, наверное, то же самое. В любом классе. То есть еще раз, вот постепенно наращивалось все так, чтобы и, там, восьмиклассник, придя с нулевым уровнем, мог куда-то прийти, да, для него был соответствующий курс. И как он называется сейчас? Углубленная олимпиадная математика 8-9. По сути, ну, такое техническое название внутри, перечень 8-9. Угу. Вот, и, соответственно, понятно, про кружок, да, и 10-11 класс. То есть, ну, действительно, в любом возрасте можно прийти с нулевым уровнем знаний олимпиадной математики, но, естественно, с хорошим уровнем школьный. Ну, просто если нет школьной, то, наверное, это все-таки про ОГЭГ, да, больше, если мы про 8-11 класс. А если наоборот, а если человек вот прошел кружок 1-2-3 года обучения, куда дальше? Да, то есть в СОЖ. В СОЖ 8-9. Причем там тоже два уровня. Угу. 8-9 норм, 8-9 хар. Угу. Вот. Но в СОЖ я не один веду. Там еще раньше работал Сергей Александрович Лучинин, сейчас Игорь Андреевич Дефремов. Угу. Вот. Игорь Андреевич тоже мой ученик, кстати. Угу. Вот. Кировская ламыша. Угу. Работали. Мы его как-то в группу профи не взяли. Хе-хе-хе-хе-хе. Но потом взяли. Потом взяли. Потом он призером в сероса стал. Да. То есть если опыт кружка есть, то в 8-9 классе это в СОЖ. Угу. В СОЖ норм это ориентир, там, скажем, муниципалка 8-9 класса с вероятным проходом на регион. Угу. А в СОЖ-ХАРД это, ну, по сути, уровень закона. То есть либо финала Эйлера, ну, либо финала в серосе. Ну, я бы оценивал, конечно, 8-9 норм. Все-таки уровень хорошего, крепкого результата на регионе. Ну, нет, к чему мы стремимся. Ну, да-да-да. А я имею в виду уровень входа. Угу. Уровень входа это там, типа, ну, проход на регион. Ну, да. Ну, грубо говоря, отучился в первый, второй, третий год. Там, в принципе, нормально выступаешь на муниципальном этапе. Наверное, смог бы пройти на регион. Да. Но вот там как раз нужно докрутить. Да, да. Угу. Вот, соответственно, и для 8-9 класса есть, да, получается, углубленная олимпиадная математика. Угу. Для ребят, у кого маленький опыт занятий математикой. И для, соответственно, ребят, кто 1-2, даже 3 года учился, это в СОЖ-89-0 или 8-9-ХАРД. Угу. А как, кстати, распределяются они? Или быстро становится понятно по первым там нескольким занятиям? Ну, смотри. И, во-первых, курс 8-9-ХАРД нельзя купить. Даже так? Да. Угу. А что нужно сделать, чтобы попасть туда? Значит, он бесплатно выдается участникам финала Эйлнера или Фсероса. Угу. Ну, призерам-победителям и просто участникам. И туда можно попасть с курса НОР, если ты показываешь на нем хорошие результаты. То есть на СОЖ, опять же, преподаватели закрепляются за ребятами. И, как ты правильно сказал, по первым занятиям действительно становится понятно. Угу. Кто-то через полгода только до Харда растает, так сказать. Ну, то есть вообще, кстати, это классная история, что можно вырасти, да? Там ты учился в платном кружке. Да. Учился в платном кружке, показал результат. Да. И тебе предложили. Да. Мы тебя переводим на уровень выше, и при этом ты ставишь теперь бесплатно. Ну, бесплатно это для участников. А, ну, все-таки не совсем бесплатно. Да. Для участников финала Эйлера и Фсероса. Ну, результат все равно нужно показать. Да. Если ты показал результат, то все. Да, да. Ну, вот ребята, кто сейчас в команде ездил, например, на южный турнир, они, в общем-то, так и начинали с курса норм. Они в 10-м классе еще учились на 10-11 норм, и некоторые только уже пройдя на финал Сероса подключились к курсу 10-11 хард. Ну, или там за месяц-полтора до региона. Вот. То есть я прям даже помню про некоторых ребят, как они мне в личку писали, спрашивали, а можно на хард? А он уже участник финала? Ну, да, да, да. То есть типа можно выдать хард? Я вот на финал прошел. Понятно, понятно. То есть получается, что на самом деле 8-9 норм, 8-9 хард. Да. Это в СОЖ. И 10-11 норм, 10-11 хард. Да, это в СОЖ. Казалось бы, 10-11 хард, понятно, все понятно, это там уровень финала Сероса. Ну, да. А 10-11 норм. Ведь, казалось бы, с региональным этапом, ну, как бы, ну, участвующие в региональном этапе, ну, как-то успешно, плюс-минус. Для чего? Ну, мы же понимаем, что помимо в Сероса есть еще куча олимпиад, в которых можно участвовать. Там ММО, Высшая Проба, Турнир Городов, СПБГУ, Курчатов, Формула Единства, Всесибирская. Я долго могу его перечислять, но их ограниченное количество. Есть же еще 10-11 перечень. Да. То есть мы сказали 8-9 перечень, в кавычках, да, это просто углубленная математика. А есть еще 10-11 перечень, как раз для тех... А там другие олимпиады, там технические. Деление важное между ВСОШ и перечнем – это формат заданий на олимпиадах. Потому что есть олимпиады, которые можно назвать усложненными школьными контрольными, типа олимпиады физтех, ПВГ, Ломоносов. Самые яркие представители. Ну вот, если посмотреть на их задания, то это те же самые параметры, тригонометрия, логарифмы, счетная геометрия какая-нибудь. Всякое такое. То есть на самом деле это углубленная, плюс-минус углубленная школьная программа. Да, да, с какими-то зачатками олимпиад, типа комбинаторика на уровне шестого-седьмого класса. Простая. Да, да. Вот, теория чисел тоже как бы адекватная. И другие олимпиады, типа Тургора. Ну, которые на самом деле не, то есть наоборот, не те, которые, как сказать, перечень. Да. А перечень... Вошел в них. Вошел в них, да. То есть они существовали, ММО, да, Московская олимпиада с 35-го года, извините, да, там, турнир городов с 80-х годов, по-моему, он примерно, да. Мне кажется, еще раньше, но неважно, да. Возможно, да. Вот. Некоторые олимпиады, типа высшая проба, они все-таки скорее как вот, ну, появлялись под этот формат полимей. Ну, кстати, тоже высшая проба сначала была... Нет, сначала да. Сначала была весьма технической. Да, 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 потом она как-то вот в другую сторону пошла. Это правда. И вот действительно есть такой набор олимпиад, в которых человек, даже не пройдя на Всерос, ну, может себя проявить. Да, и мы говорим про не технические сейчас, а такие, ну, их называют классическими олимпиадами. Вот. То есть, ну, все-таки проход на Всерос — это одна попытка. Ты должен хорошо, отлично написать регион. А тут этих олимпиад несколько, и, в принципе, кто-то вот только, ну, к 11 классу дорастает до уровня, чтобы участвовать в этих олимпиадах. Кстати, с того же курса перечня некоторые ребята переходят на ВсОЖ. Опять же, если ты в 10 классе учился на перечне, то с очень большими шансами в 11 классе можно на ВсОЖ. Вот-вот такая ветка развития. Да, да, да. То есть, ну, как бы, курсов столько не потому, что мне делать нечего, а потому что реально только кажется таким количеством разных материалов, разных занятий, разных подходов можно обеспечить удовлетворенность каждого ученика. Ну, это очень впечатляет. А какие планы? То есть, что еще хочется сделать с точки зрения... Выжить. Ну, хорошо. Ладно, на самом деле мы сейчас еще активно работаем над запуском школьного направления. То есть, тут по-разному можно развиваться, но, вот, соответственно, очень интересно школьное направление для 5-8 класса. Потому что мы понимаем, что, ну, тяжело не признать, да, что в стране действительно есть нехватка учителей. Что просто мы не можем быть уверены, да, про какую олимпиадную математику говорить, если у ребенка там слабая началка. Если в 5-6 классе он дроби не научил, складывать. Ну, а иногда и там числа. Да, иногда и числа. Вот, причем, опять же, это по-разному может быть. Это может быть где-то в глубинке, а где-то может быть и в достаточно неплохих школах. Просто из-за того, что, ну, вот, внимания не хватает для всех детей и так далее. Ну, и, соответственно, вот это вот тоже хочется постепенно закрывать. Сейчас очень активно над этим работаем. То есть, как он, в смысле, кружок, это вот аналог в СОЖ, да, а вот школа 5-8, это аналог, там, углубленной математики, или это не совсем углубленная? Это где грань между школьной и углубленной математикой? А грань для каждого ребенка своя, потому что на этом курсе он, во-первых, уже функционирует, просто мы дальше его будем еще развивать. Преподаватель закрепляется за детьми, и, соответственно, преподаватель открывает доступ к урокам. Соответственно, с кем-то это может быть, давайте закрывать дыры из-за того, что вы не умеете делить столбиком, а с кем-то это может быть, там, чуть ли не сразу олимпиадной задачей. Тогда это может быть еще полезно для учителей, получается. Правильно я понимаю, что это урок записанное уже. Это постепенно записывается. Часть из этого доступно порядка 50 уроков учителям. Я напомню на всякий случай, что в Школково любой учитель может получить бесплатный доступ к нашим курсам по своему предмету. Вы можете написать в группу социальных проектов. Я думаю, ссылочку мы оставим внизу. Да, а учителя по повышению квалификации... Получают это и... Итак, да, у них просто есть вот папка, которая называется «Школа 5-8 класс». Да. Поэтому это, в принципе, уже доступно. Да, да, да. И, соответственно, там тоже какие-то материалы можно подчеркнуть. Мы совершенно не против, если вы найдете возможность ими пользоваться на своих занятиях. В том числе на обычных уроках. На обычных уроках, да. То есть это не только для кружка уже, а для обычных уроков просто, в том числе, помощь для учителя. Да. Ну что? Давай заканчивать. Давай. Давай. Несколько вопросов. Блиц. Как это? О, мне еще и Блиц подготовлен. Так, этого не было в программе. Ты мне этого не скидывал. Ну, кто же скидывает Блиц? Ну, ладно, ладно. Можно было подсмотреть. Блиц. Алгебра, геометрия или комбинаторика? Ну, комбинаторика и теория чисел, очевидно. Не забывай теорию чисел добавлять в этот вопрос, пожалуйста. Но вообще комбинаторика, ну и немножко теория чисел. А может быть теория чисел и немножко комбинаторик. Хорошо. Ученик победитель Межнара или ученик, который защитил докторскую? Ну, для меня, как для преподавателя, конечно, победитель Межнара. Но с точки зрения ученика, наверное, ну, скажем так, защитить докторскую, конечно, блин, труд огромный. То есть это просто, ну, много лет думать. Но для Межнара ведь тоже. Для Межнара ведь тоже это сколько лет нужно заниматься. Заниматься раз в неделю по три часа или каждый день по полчаса? Смотря какие задачи ты решаешь. Если это задачи кружка, то каждый день по полчаса. Кружка, я имею в виду, там, пятого-шестого класса. Если это задачи так наподумать, то три часа раз в неделю. Хорошо. Главное качество учителя? Быть примером для своих детей. Какое у тебя главное достижение? Ну, наверное, мои робкие попытки совмещать и преподавание, и жизнь, и как-то искать в этом всем баланс. Ну что, с нами был Дмитрий Алексеевич Белов. Рассказал много, но не все. Еще много осталось вопросов, но тем не менее было очень интересно. Спасибо большое, Дмитрий Алексеевич. Надеюсь, вам тоже было интересно. Не только Леша и нам. Спасибо, что пригласил.